ранок супер снеданок в эфире уважаемые телезрители значит сегодня мы проходит нитью красной 120 лет со дня возрождения олимпийских игр и мы очень много времени каждую передачу каждую передачу посвящаем нашим деткам поэтому вчера мы учились тренировать детей с какого возраста как вы можете посмотреть на youtube и повтор нашей передачи узнать все как занять своего ребенка спорта с какого возраста как питаться и так далее сегодня мы будем развивать мозг сегодня нашу есть прекрасный гость здравствуйте татьяна костюченко это у нас педагог студии детской smart club называется такая студия есть она в городе житомир правильно поэтому сегодня мы узнаем как тренировать мозг и вот та первая передача с которой в прошлом году мы начинали один из наших эфиров назывался brain фитнес так что вы нам добавите может что-нибудь какие-нибудь пожелания родителям по поводу того что же нам делать с нашими вот этими вот карандашами которые подрастают обязательно подскажу очень наболевшая проблема сейчас вот как раз заканчивается старый учебный год близится новый учебный год лето пробежит очень быстро и поэтому родители очень волнует вопрос готовы ли их дети идти в школу меня это тоже очень волнует потому что я педагог именно по развитию с детьми по работе с детьми из 5 6 лет и подготовки их школе но вы сами понимаете что каждая ситуа новая ситуация для взрослых стрессовая а для детей это вообще очень большой стресс и больше большой переход от одного жизненного процесса к другому и поэтому подготовка к школе это не только смена деятельности ребенка но еще и смена деятельности всей семьи скажем не только даже родителей это и другой режим жизни и другое абсолютно отношение к жизни и мне очень хочется чтобы наши родители поняли что подготовка это не только учение детей научить детей читать считать и писать так значит мы где значит оставляем акцент и мы сейчас будем говорить о подготовке детей к школе это вот первый момент когда родители за ручку идут отдают школьному учителю своего свое чадо первый раз жизни правильно мы об этом этапе и так у кого есть первоклашки в этом году у кстати у меня есть первоклашка в этом году так что кто идет в школу ребенка сейчас самая важная информация сегодняшнего утра будет звучать для вас поэтому внимательно слушаем значит родители психологически в принципе должны готовиться уже я так понял первому сентябрю начинаем готовиться уже да начинаем готовиться вообще-то надо было начинать готовиться еще раньше чуть-чуть чуть-чуть раньше вы же не приходили раньше сегодняшнего дня начнем что делать родители смотрите с сегодняшнего дня вообще очень хочется чтобы все родители знали что еще раз повторю что это подготовка школе это не только чтение письмо и математика это подготовка психологическая в первую очередь эмоционально смотрите вот разберем такую ситуацию ребенок приходит в школу чудесно читает чудесно разговаривает знает много стишков но выйдя в класс он просто замирает у него пропадает речь он начинает теряться он психологически не готов или такая ситуация тоже ребенок читает математические действия выполняет но опять же он просто не любит общаться с другими детьми этому тоже надо научить ребенка потому что ребенок сам не понимает где он и что надо делать ему надо четко рассказать алгоритм действия в определенной какой-то ситуации то есть ребенку который идет в школу уже надо как-то в семье дома моделировать и выносить ему информацию про то что будет происходить там в школе да обязательно все лето подходить к этому моменту уже с пониманием да обязательно но я вам скажу дома это хорошо родители у нас самые лучшие учителя но когда ребенок попадает именно в атмосферу такой мини школа вот мы создаем приходит ребенок к нам в студию да он уже приходит на урок то есть детском садике дети приходят на занятия а у нас уже такая мини модель школы и ребенок уже как бы в тренажерный зал приходит и он эмоционально начинает тренировать свою психологическую сферу и он готовится уже знает где куда надо пойти как себя надо вести то есть он уже готов к школе именно он попробовавши это на практике интересный конечно подход если вы хотите смоделировать что будет происходить с вашим ребенком в школе когда вы первый раз приведет есть возможность городе житомер взять своего ребенка привести и попробовать посмотреть понаблюдать наверное за его поведением в условиях приближенным к боевым до того что будет происходить в реальной школе условия вы такие создаете как надо то есть пошарпанные стены должно быть такой пол в пыли в два слоя нет подождите секундочку не настрой не такой будет там по другому школы у нас современные почему мы должны такие условия у нас все отлично ребенок попробовать себя в современной школе поэтому уважаемые родители если вы а со школы когда надо определяться во первых уже надо определиться вы должны уже определиться сейчас школах идет уже тестирование детей проверяем вот кстати очень важный пункт я его извиняюсь что я вас перебил я насколько понял сегодняшнюю школу то значит ребенка надо привести чтобы он читал писал пел рисовал считал до 100 минимум у нас же купюры разные да то есть он должен булочка стоит больше чем 10 если стоит больше чем 10 ребенок должен считать до 20 чтобы купить булочку значит поэтому он должен бегать подтягиваться отжиматься не меньше трех раз и это все он должен то есть и тогда учитель в принципе такое сидит он умный такой учитель о да хорошо подготовили здесь я поддохну и галочки ставит да нет 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 учителя все же нужны обязательно обязательно учителя нужны просто нужны ли они потому что у меня сомнения начали вот вот когда учитель начинает спрашивать то что он в принципе должен был научить ребенка то это немножко странно у нас очень сложные программы сейчас зачем как вы думаете вот вы как педагог скажите вот вот тот человек который сложную программу придумал для детей то есть какую цель он преследует ну наверное хотят сделать из наших детей очень умных помогло ну мы смотрим мы развиваемся я вам хочу сделать такой вот нюанс до рассказать что до ребенок умеет читать умеет рисовать как вы говорите отжимать петь обязательно обязательно приседать отжиматься такой курс молодого бойца он должен пройти обязательно да но получив эти знания он просто не знает куда их применить вот для чего потом нужен учитель он должен научить учиться я знаю многих людей которые в 25 лет не знают куда применить потому что он в шестилетнем возрасте его не научили применять те знания которые он уже имеет поэтому первая задача школе и сложность программы состоит в том чтобы дать ребенку понять и адаптировать его к жизни куда он может все эти знания которые вы советуете родителям обращать внимание на прикладной характер знаний да то бишь ребенку надо давать знания которые он может опробовать на практике насколько я понимаю мысль которую то есть тем значит уважаемые родители те общетеоретические знания ребенка о строении вселенной может быть часто не нужны да в шесть лет а вот практические знания про то как вот существовать наверно в ближайшем ареале города класса семьи то вот это вот наверно самое то что сейчас необходимо вашему ребенку что вы делаете в этом смарт-клаб смарт-клаб значит еще к нам не приходил ни один гость на у которого было бы название не на английском языке смарт-клаб значит умный клуб да умный клуб значит мы вас приглашаем смарт-клаб умный клуб значит что там вот пришел ребенок родитель приводит ребенка у него ожидания надо какие-то формировать что он должен получить обратно от вас во первых он должен получить позитивные эмоции он родители ребенок не а родители если ребенку хорошо родителю хорошо в два раза согласитесь ребенок получит позитивные эмоции ему будет комфортно это раз ему будет интересно это интересно комфортно и ребенок просто научиться общаться в большом коллективе потому что социальное развитие ребенка это тоже большое значение. Ребенок, приходя в класс, в школу, он просто не знает, что ему делать. У него свои эмоции, свои импульсы преобладают, и он начинает выкрикивать и ставить свое «я» выше других. Это тоже научить надо ребенка, что урок — это такое мероприятие, в которое ты приходишь, сам говоришь, прислушиваешься к мнению других, слушаешь учителя и выполняешь то, что тебе говорят, надо делать. Идеальная модель. Красиво звучит. Сам говоришь, тебя слушают, потом еще и выполняют кто-то это. Нет, ты выполняешь, а тебе помогают. Социализация — это очень важный пункт в развитии ребенка. И если вы, например, ребенок не ходил в детский садик, я так понимаю, сидел с бабушкой, с дедушкой, с няней, с родными, близкими, был только находился в семье, можно сказать, в закрытой ячейке, то вот вам уже пришло время попробовать ребенка социализовать его с помощью, например, можно за лето это здесь. Сколько надо времени вообще? Давайте, сколько у нас на социализацию ребенка надо времени? А, именно на социализацию ребенка. Засколько он этот стресс другого мнения, других людей, присутствия рядом кого-то? Ну, однозначно это сказать нельзя, потому что дети разные. Зависит от ребенка, да? Да. Дети разные, развитие детей разное, поэтому сказать однозначно, что всем детям там надо месяц или всем детям год, это невозможно. Невозможно. Все зависит от индивидуального подхода. Индивидуальный подход. Вы кино смотрите, нет? Ну, конечно. «Звездочка на земле» смотрели фильм? Нет. Я вам рекомендую посмотреть этот фильм. Это фильм про детей, социализацию детей. Просто он снят индийским телевидением, у нас почему-то он не шел. Так там идет речь про детей-дислектиков. Что вы скажете про детей, которые пишут, путают буквы, переворачивают цифры, начинают писать, пишут обоими руками, могут писать. То есть вот таких детей становится, говорят, все больше и больше. Правильно. То есть если, я обращаю внимание многих родителей, это очень важная информация. Если ваш ребенок путает, переворачивает цифры, переворачивает буквы, пишет обоими руками, ну, обоими руками, это уже ближе к исключению, но способен, то есть переставляет слова, переставляет слоги, хотя и говорит правильно. Это география называется. И вот обратите на это внимание, это один из важных пунктов, где к ребенку должен быть индивидуальный подход. Да, ну это закладывается в пять лет, когда начинается обучение именно звуком. И вот когда пропустили момент гласные, согласные звуки, естественно, ребенок начинает путать эти звуки, переставлять. То есть это опять же надо обращаться к специалисту, приходить к нам обязательно. Еще один вариант. Вы можете протестировать ребенка, насколько я понимаю, к школе, да? То есть такая услуга есть у вас? Да, да. Можно... Это ходит в программу обучения, это не отдельная услуга, это все комплексно. А программа сколько длится? Программа у нас длится год, но планируются курсы, такие экспресс-подготовки ребенка. Это сейчас модно у нас экспресс-подготовки. Да, но если не успели родители. За лето. Да, да, почему нет? Ну, есть возможность подготовить ребенка за лето к школе, поэтому, родители, еще раз обращаю внимание, для того, чтобы комфортно, психологически было прежде всего вам, еще я так намекаю плавненько, о том, что можно получить комфорт от первого класса образования, и, наверное, второго, третьего, четвертого. Ну, и как пойдет первая, да, начальная школа 4. Я думаю, что вам стоит обратить внимание, что есть такая возможность, смарт-клаб, город Житомир, ищите Татьяну, приходите, говорите, я вас видел по телевизору, нате вам его. Ну, у нас очень много педагогов, которые тоже опытные. А, там еще и педагогов очень много, поэтому заводите его, говорите, вот, нате вам, попробуйте, что будет, когда он пойдет в школу, правильно? Это такой вариант будет. Будет все хорошо, главное, настрой и желание учиться. И в родителей тоже. Что-нибудь самое важное, вот, люди сидят, завтракают, нас смотрят, кто-то смотрит нас на работе, то есть кто-то смотрит нас, может быть, даже по Ютубу, то есть что-то такое важное, чтобы зацепить вот наших телезрителей, вот про детей, что-нибудь скажите из своего опыта, вот так на прощание всем, так вот, чтобы родители обращали на это внимание. Что из вашего вот такого? Ну, вы знаете, хочется сказать родителям, что помните, что ваши дети — это цветы, и цветы не на чужой клумбе, а на вашей клумбе. Пожалуйста, хольте их, лилейте, заботьтесь о них, и они вам потом просто ответят большой благодарностью. И можно я добавлю, да? Пожалуйста. Значит, не поливайте цветы Кока-Колой, я вас очень прошу. Если цветы поливаете водой, дайте ребенка воду. Это так, на всякий случай, просто в добавку, просто здоровое питание, тем более сегодня вот такой праздник у нас спортивный. Поэтому спасибо большое. И вам спасибо большое. Очень рад. Субтитры подогнал «Симон»